привет всем дорогие друзья я рад приветствовать вас на канале и сегодня у нас очередная но по сути первая серия про джимник и сегодня я вам расскажу что же конкретно приехала мне из страны восходящего солнца просто по многим каналам ютюбе имею ввиду показываю что смотрите какие шикарные замечательные тачки приезжают к нам с японии и большая часть из этого конечно же правда но если вы обращаете внимание там всегда проскакивает оценка автомобиля сколько баллов и есть еще cc bb это уже оценка внешности оценка салон так вот чем эти показатели выше тем машинка красивше этот поверьте мне а мой джимник и а со кстати для машин такого года то есть 10 там 11 12 максимальная оценка 5 баллов вообще наукционе насколько я помню если кто-то знает что другое поправьте максимально это 10 но это за новый автомобиль прямо с нуля опять эта машина может быть старая но и может быть 10 лет но состояние новое у нее будет пятибалльный оценка джимники к сожалению сколько я смотрел выше четырех баллов ни у кого оценка особо не подымалась но по крайней мере из того что я смотрел даже более менее свежие года меньше пробег все равно 4 балла оценка вот и поэтому сегодня я вам покажу что пришло мне кстати говоря первое что вы видите это вы видите конечно вот такого чудесный аукционе чик вот на нем это все дело написано все данные м автомобиля то есть объем пробег вот кстати говоря три с половиной балла оценка и cc то есть есть а а б б и cc и грубо говоря из этого понятно что как бы салон и внешний вид должен быть но типа на 3 из 5 вот мы с вами сегодня постараемся посмотреть что же такое по японским меркам 3 из 5 да значит дальше у нас идет сама машина расписывается чё там и как где и когда ну пока какие косички по внешнему виду и с левой стороны описание всего этого дела и вот это кстати описание это перевод недостатков когда вы заказываете автомобиль вот этот перевод недостатков нужно очень внимательно изучить что там написано потому что в этом в этих вот скажем так иероглифов когда вы их переведете будет больше информации о машине намного нежели вот верхней части там техническая часть а там состояние машины на данный момент что человек который описывает ну нашел в этом автомобиле и сразу вам скажу когда начинаете искать не скупитесь на аукцион потому что чем строже аукцион тем лучше ваш автомобиль потому что три с половиной балла на одном аукционе три с половиной балла на другом это может быть совершенно разный автомобиль и даже я не знаю непроверенной информации но я слышал что на некоторых очень 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 слабых аукционах делаю следующим образом то есть машину покупает на одном акционе как биту восстанавливают ее потом привозят автомобиль на аукцион скажем так слабыми требуем слабоватенькие такие требования и машина была допустим битая в морду ей морду отремонтировали в японии хорошо сделали но она была битая и продали ставят туда на аукцион но только она уже идет не как битая в морду а как замененными допустим крыльями и бампером или окрашенными крыльями и бампером то есть вот эти моменты будут быть очень внимательны они короче говоря там тоже знаете дешево и хорошо она не бывает нигде даже в японии поэтому имейте это ввиду чем больше заплатите реально тем лучше вы получите ну и как говорится бумажка эта бумажка и сейчас мы пойдем помоем тачку и посмотрим что же нам пришло по внешнему виду по салону почему три с половиной балла почему cc да они а или bb к примеру оценки в есть у машины какие-то замечания я вам их обязательно покажу сейчас едем на мойку и моем автомобиль чтобы он был чистый на него было приятно смотреть итак друзья мы на мойке помыл я автомобиль но пока мы доедем до места осмотра еще в горах хочу заехать у нас немножечко грязный сыр и чтобы пока не уезжать отсюда я хотел вам показать арки автомобиля пока они не засрались не смотрите на резину резина на машине пришла новая но летняя вот смотрите все арки изнутри обработаны и все чем вот тут защита пластиковая все рама посмотрите раму просто со стороны арок посмотрите крепление подушек кузова я сейчас просто покажу сначала все арки чтобы вы посмотрели вот обратите внимание все обработано вот даже на болтах какие-то метки стоят все обработано антикором и он весь весь он на месте обратите внимание вот так все залито антикором все залито гляньте там еще есть антикор и еще сам сам металл и так понимать чем-то обработан вот так выглядит это все в чистом виде вот посмотрите вот она рама вот она еще одна подушка он даже какой-то номер на жгуте еще остался ну и пока автомобиль чистый пробежимся немножко по внешке что же приходит конкретно с японии но вот так он выглядит издалека ну как бы издалека все тачки выглядят шикарно начнем с чего начнем с передней оптики вся передняя оптика целенькая она без какого-либо косяка то есть у нее единственно она затерта обратите внимание вот видите тут вам может быть не видно ее наверно нужно полирнуть туманки целы на капоте нету ни одной ни одного скола обратите внимание все четко все без проблем на бампере есть коцка вот она но это было указано в моем листе в листе скажем так волк сону все дальше дефектов кузовных деталей никакой ржавчины снаружи вот просто им сейчас бегу покажу крыша вот обратите внимание все целое понимаете вот видите на крышке бензобака вот тут есть потертости небольшие вот есть маленькая точка я не знаю вам видно ее нет все остальное без дефектов сейчас мы еще откроем ну крыши соответственно ровно все целое единственное если большой косячок тоже где-то маленького то ровно вот видите маленькая . маленький скол ржавчинки сейчас мы откроем пятую дверь посмотрим что у нас здесь по низу ну а что здесь по низу все четко никаких косяков дефектов я не вижу ну и вы соответственно тоже единство есть ржавый болт вот и ржавый момент соответственно вот здесь вот и вот проемах все чисто все четко никаких следов ну не то что ремонта следов грязи то нет дальше левый бок осмотр и вот мы сейчас подходим к тому почему все таки цешка снаружи вот обратите внимание вот это вот царапина видите здесь идет уголок изгиб двери небольшой и вот поэтому изгибов вот тут вот такой тычок то есть это где-то зацепились краска отлетела и ржавый кусочек все больше не в дверных проемах нигде никаких намеков вот тут немножечко подсиела видите как это вам сказать правильно ну подстерла и вот здесь то та же самая история все сейчас кстати говоря еще откроем моторный отсек сейчас начальство водительскую дверь посмотрим что там на покроем блин закрыл с той стороны у нее есть небольшой недостаточек один но я еще его не спрашиваю не западает вот этот пик а и дверь может не открываться есть вот такой скажем так назовем его так недостаток вот здесь точно такая же точно такая же потертость и больше и больше ничего фониза дверя тоже соответственно то 2 точно такая же сейчас откроем капот и посмотрим чё там и так под капотом но что могу сказать вот здесь вот видим грязь и снег но это уже я лазил все говорят что вот эта рамка ржавеет где фара обратите внимание внизу никакой ржавчины вот здесь вот хорошо видно даже намеках на эту ржавчину нет все четко и здесь также кстати говоря пришел хороший живой аккумулятор что есть то есть мотор не мы ты я его не будут есть вот небольшое запотевание вот здесь я так понимается датчик распредвала все остальное сухое пыльная грязная ну как видать ни разу никогда не были но сухое радиатор родной судя по всему потому что эта штука уже превращается потихонечку в пыль ну и в принципе здесь у нас в принципе какой-то расширительный бачок я понимаю у меня практически на празднике такой же да кстати многие говорят что у них грязные эти самые грязные фильтра воздушные потому что якобы турбина кидает масло сейчас проверим вон воздушный фильтр чистенький соответственно следов масла на нем никаких не обнаружено а да кстати говоря можно же еще и в мотор глянуть сейчас что у вас там вот как-то так выглядит мотор ну цепь по крайней мере там тоже все чистенько и здорово кулечек сверху тоже ну я не знаю я кульки ни разу не видал у меня такой трубовой машины никогда особо не было итак друзья про салон салон здесь кожаный серая кожа обратите внимание вот здесь есть потертости на кожу но кожа очень крепкая и надежная вот тут тоже легкая потертости грязь то есть вот это вот конечно бы надо почистить но я специально пока этого не делал чтобы вам показать в каком виде пришло здесь велюр что он не может не радовать потому что есть подогрев и вот эта часть вот это они никогда такие холодно не бывает ну соответственно пассажирское сиденье поцелее то есть на нем вообще никаких замечаний нету ну заднее сидение вообще как новое потому что вряд ли кто-то здесь вообще когда-то ездил потому что но я еще сделаю отдельное видео про это но там все здорово и замечательно далее по салону по передней карте до лобовик соответственно целенькие все целенькое есть еще один косяк вот обратите внимание я уж не знаю где это было вот тут крючок есть тут этого крючка соответственно нету кто-то его отсюда дернул есть какие-то загрязнения на стекле вот если вы видите но это тоже мне кажется мелочи можно удалить также салон я не мыл обратите внимание непонятно почему вот здесь вот такое ощущение что она слегка оплавилась и вот это не понимаю тоже от чего но от чего то так произошло досталось от японца в принципе неплохая магнитола даже клариона не написано она читает нашу флешку у нее есть диск ну читает флешку это я считаю уже классно непонятный крючок не знаю чё на него японец мог вежать но суть в том что это так далее руль руль у нас кожаный и руль я вам могу сказать в отличнейшем вот прям в отличнейшем состоянии то есть дверные карты но в общем я вам могу так сказать честно по салону конкретно по салону салон просто нужно взять чистящее средство и его протереть то есть особо сильно машину никто не натирал потому что ее как пригнали на уксон как она продавалась так и и продали то есть по прибытию во владивосток и и никто как яичко не напидурил ее 1 1 1 на автовоз и отправили ко мне то есть как вы видите да салон требует немножечко чтобы его почистили не без этого но это любой салон даже если бы она чистая пришла идеально и почистили три с половиной балла оценка то есть есть небольшие замечания но это прям миг и ну я считаю сиденье это вообще не замечание а пластик весь целый нету ник никара не корябок не царапок просто нужно его почистить по кузовщине вы видели до куска на бампере и куска на двери у машины пробег я вам напоминаю ну вот он по сколько точно было написано 160 ну 165 короче говоря там пробег это все-таки пробег то есть если удалить вот эту куску снаружи двери аккуратненько также это сделать с бампером начислить на полировать от детей ли салон то есть но вся эта история затратит ну где-то в районе я думаю на 15 максимум двадцатка с машины можно смело смело откручивать где-то стольник и вы никогда не догадаетесь что у нее пробег не 65 а 165 потому что каких-то реальных следов эксплуатации серьезных у машины просто нет а у нее 165 тоже его бы его бы не мешало бы почистить но все показывают в основном машины снаружи какие не все красивые прекрасные в принципе это так но нам как я не побоюсь этого слова как джипером как любителям рамных внедорожников на моем канале все-таки большая часть которые любят внедорожники интересно а в каком же состоянии дыну а в каком же состоянии рама а в каком же состоянии крепления кузова кроме потому что машине все-таки на минуточку 14 лет вот и сейчас мы поедем в гараж залезем в яму и посмотрим что там внутри на раме но арки я вам уже показал в принципе есть подозрение что с рамой тоже все будет нормально но поехали посмотрим итак друзья мы с вами в яме и будем смотреть что у нас с данищем но обратите внимание ты наверно будет полю на всем но не знаю смотрю как будет видно в итоге вот так выглядит мост опоры дно он обратите внимание все целое амортизаторы пружины вообще черные как новые даже ржавчины на мосту я сейчас покажу той стороны снять вот увидел весь черный вот так выглядит задняя часть задняя часть рамы глушитель даже кузов где глушитель вот эта банка он считается таким опасным потому что там прогнивает от того что раз температура пороге вот смотрите у меня есть накладочки на пороге они крепятся снизу вон там он в этой во фигне бывает что-то ржавчина между промежутки но тут этого ничего нет рама обратите внимание все обработано антикором все просто и рама и кузов все залито ну вот видите вот он так что он глушитель немножечко ржавенький даже болты не ржавые вот обратите внимание вот вот пожалуйста вот опора кузова но трава соответственно сама вот еще только вот эта часть блин нижний ржавый все остальное целое все остальное сло и но это вода это я поливал здесь это не не потеки это просто поливал я водичкой мост передний тоже весь черный все черное все нержавая все не гнило и вот такой вот состояние вот состояние и так понимаю раздатки обратите внимание вот это ее электронная часть вот она вот она все достаточно интересно все хорошо закреплено раздатка получается вот один кронштейн крепление вот второй кронштейн все это дело до арами кто не знает джимник это все-таки равный автомобиль но что сказать лучшего состояния я в своей жизни еще не видел мне все очень нравится итак друзья подытожим увиденное что могу сказать рад ли я тому что я получил по состоянию я еще пока до конца не понял что это за автомобиль потому что не очень много на нем проехал но я уже его тестировал на бездорожье сейчас небольшую вставочку с этим я сделаю но нужно было проверить вообще как машина едет и что с ней происходит работает ли вообще у нее все это дело у нее все работает ну дальше по смотри Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Доволен ли я состоянием? Да, состоянием кузова Все как было описано в листе В листе аукционники Все это совпало Доволен я техническим состоянием? Да, единственное Что нужно было сделать по технике Ну, это соответственно Замена масла я это не считаю Были убиты в хлам дворники Я поменял, поставил новые Резина была летняя Но новая, я повторюсь Пришлось поставить пока что Есть из зимы Просто пока не определилось Какие колеса будут на машине Ну, в общем Не знаю я пока Пока вот Оставил все в таком состоянии Чтобы машина могла передвигаться Зимой, по крайней мере Состояние рамы Состояние днища Ну, вы сами видели То есть Я считаю, что оно Очень, даже Очень, даже Очень, даже Халкасное Вот Поэтому в принципе Подытожив Все это в кучу Собрав А, вот Кстати, по ходовочке Требуется замена Рулевых наконечников Я так понял Что они слегка Слегка побрякивают Больше звуков никаких И мне как бы Вот это немножечко Не нравится Я думаю, что это они Прям там легкие-легкие Где-то стучок есть Но это Они Полазив в яме Просто я пошатал Там есть маленькие люфточки Их бы заменить Все Больше замены Никакой нет И с учетом Что я за это заплатил И что я получил Я доволен Ну, а как считаете вы Стоило оно того Или не стоило Хорошая эта тачка Или плохая Ну, может быть Состояние Как я его оценил И как вы оцените Пишите, пожалуйста В комментариях Пишите свои варианты Пишите свои предложения Пишите свои замечания Буду очень рад Почитать Ну, на этом Чем хотел я с вами поделился Что хотел я вам рассказать Кому понравилось Естественно Лайк Ну, не понравилось Дизлайк Поставьте Класс Но помните Главное помните Что не бывает Плохих автомобилей Бывают только плохие хозяева Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok